Одна из наиболее ответственных работ по подготовке самолета к полету заправка его топливом Топливозаправщик должен подъезжать к самолету со скоростью не более 5 км в час Авиатехник обязан встретить его, установить на расстоянии 5-6 метров от самолета и зафиксировать упорными колодками При заявляемом технику контрольном талоне должны быть сделаны записи о разрешении заправки, соответствии марки топлива, содержание в нем специальной жидкости Надежное заземление самолета и топливозаправщика и соединение их между собой тросом металлизации предотвращает возникновение разрядов статического электричества Запрещается заправлять самолет при отсутствии противопожарных средств на стоянке Крышка заливной горловины топливозаправщика должна быть запломбирована Перед заправкой необходимо снять заглушки с заборников системы дренажа баков Убедиться, что заслонки клапанов слива перезалитого топлива не обледенели Замерить остаток топлива в баках по мерным линейкам Слив от стоя топлива производится перед заправкой и через 15 минут после нее для проверки отсутствия воды и механических примесей в топливе В кабине проверить исправность топливомеров При нажатии кнопки N стрелки должны переместиться к нулю А при нажатии кнопки R к максимальной отметке Затем включить АЗС заправка снизу Далее необходимо подсоединить наконечник шланга к заправочной горловине и открыть его клапан Проверить чистоту гнезда под штырь заземления Соединить трос металлизации шланга с самолетом Установить на щитке заправки требуемый вариант Включить блок заправки И подать топливо под начальным давлением полторы-две килограмм силы на квадратный сантиметр При этом давлении открываются клапаны слива перезалитого топлива и их заслонки Это необходимо для предотвращения разбытия топливных баков В случае отказа автомата заправки Одновременно топливо поступает к рамам заправки Пока их электромагниты не включены, они закрыты Включаем краны заправки Увеличить давление до четырех с половиной Давление топлива не должно превышать четырех с половиной килограмм сил на квадратный сантиметр Срабатывают перепускные клапаны Краны открываются и топливо поступает в баки Когда количество топлива достигнет заданной величины Краны заправки автоматически закрываются И выключатели переводят в исходное положение Выключить подачу топлива При прекращении подачи топлива клапаны слива перезалитого топлива и их заслонки закрываются Для предотвращения перезаполнения баков и разрушения при этом крыла Предусмотрен слив топлива через клапан После заправки необходимо откачать топливо из шлангов Отсоединить наконечник от заправочной горловины Установить на нее крышку И оформить требования на получение топлива Надежная эксплуатация самолета Зависит не только от мастерства экипажа Но и от высокой технологической дисциплины авиационно-технического состава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok